друзья на канале даниила и ларисы наверно вы знакомы уже вот с этим прибором если смотрите наши видео а если не смотрите вкратце расскажу это очень удобный кулинарный щуп находится он щуп на такой вот дистанционном тросиковом проводе и как бы что мы здесь можем сделать мы же готовим колбасы готовим сыр и готовим копчение делаем барбекю мы можем контролировать либо температуру среды то есть допустим температуру в духовке или температуру в ванной ванне для сыроварения Либо температуру внутри, допустим, батона колбасы или куска мяса в барбекю или куска мяса в коптильне Также этот термометр дает нам возможность установить сигнал на определенную температуру Тут есть предустановленные программы на разные виды мяса И есть функция программирования Функции программирования можно выбрать, ну как программирование, очень условно Можно выбрать температуру, допустим, нужную, 69 градусов, к примеру, для колбасы И установить сигнал Вставляем этот щуп в колбасу и когда температура внутри батона достигает 69 градусов, он нам сигналит Долго очень я довольствовался этим термометром, как бы со щупом Но в последнее время мне его оказалось мало И заказал я ссылку на этот термометр, где его можно купить Стоит он 10 долларов на Алиэкспрессе В Украине он стоит 450 гривен на пром.юа Ссылку на Алиэкспресс я размещу в описании видео Показалось мне его мало И решил я купить беспроводной термометр Начал смотреть в Украине Стоит он от 1700 до 1900 гривен На Алиэкспрессе стоит от 30 долларов до 45 долларов с доставкой в Украину В общем, я нашел за 30 долларов с доставкой То есть, ну, они пишут 30 долларов, бесплатная доставка Ссылку тоже размещу на продавца Очень понравился мне продавец Быстро все на следующий день он отправил Достаточно быстро дошло Упакован в такую картонную коробку Вот такой вот вкладыш И было все это пузырчатой пленкой обернуто Хорошо упаковано Ну, коробка немножко помялась Крометр не пострадал Что это такое? Ну, такая вот штука, друзья Это дистанционный двухзоновый термометр Сейчас расскажу, почему я решил его купить И почему решил сделать обзор В первую очередь, потому что он дистанционный Допустим, у меня коптильня на улице Я нахожусь в доме И мне надо, радиус действия у него 100 метров И мне надо контролировать Допустим, я копчу кусок мяса Мне надо контролировать температуру внутри Чтобы мясо не перегрелось Ну, температуру в коптильне у меня контролирует автоматика Если у кого-то не контролирует То тогда понадобится и вторая зона Я себе спокойненько взял этот щуп Воткнул в мяско Термометр, вот его можно вешать Это передатчик со щупами Повесил на коптильню Или его можно, эту штуку перевернуть Вот так вот поставить, положить Воткнул себе мясо Этот пейджер я взял на пояс Или положил в карман Или просто положил возле компьютера И когда у меня достигается нужная температура Я получаю сюда звуковой сигнал Помимо этого на дисплее я контролирую две температуры Температуру двух датчиков Первый датчик, он вот такой вот короткий Либо предназначен, тут есть очень удобная прищепка Для того, чтобы его вешать на бортик кастрюли Это удобно для сыроваров Либо же просто температура, допустим, в барбекю Или в коптильне, если у вас нет автоматика И нет датчика Второй датчик, это щуп Заостренный, который непосредственно втыкается Втыкается, допустим, в колбасу или в мясо В общем, в тот продукт, который мы делали Помимо этого, здесь еще есть встроенный таймер Допустим, я поставил на копчение Мне надо или на приготовление колбасы Или что-то еще другое Мне надо достичь либо определенной температуры Либо определенное время и просто контролировать температуру Я включаю таймер и спокойно Причем таймер есть как прямого отсчета, так и обратного Сейчас все покажу Помимо этого, вот этот вот датчик, который помещается в продукт Он имеет только верхнюю температуру А второй датчик, что тоже очень удобно Он имеет и верхнюю, и нижнюю температуру Допустим, мы варим сыр И мне надо, чтобы температура сыроварни не опускалась ниже 32 градусов Но не поднималась выше 33 градусов Я устанавливаю эти два диапазона Устанавливаю функцию аларм, сирена И если у меня вдруг температура уходит за пределы диапазона Я получаю сигнал на этот пейджер, который все время со мной Ну, я считаю, очень удобно Есть, конечно, и трехзоновые термометры Есть, кстати, вот Сталик недавно делал ролик Трехзоновый термометр, который общается с айпадом Ну, это вообще космический корабль Ну, я когда увидел, сколько он стоит Примерно столько же, сколько айпад Решил, что мне такой не надо Почему я решил сделать этот обзор? Пришел мне этот термометр Как бы все хорошо, я всем доволен Проверил его Пришла вот такая вот книжка С инструкцией на четырех языках Но инструкции на русском нету Думаю, интересно Поищу-ка я в интернете Поискал в интернете Нашел там предмет, похожий на болт Петровского завода И решил сделать обзор В общем-то, показать основные функции Этого дистанционного термометра И показать, что он может И как это включать Тут немножко замороченное меню с кнопками Каждая кнопка имеет две функции Вот сейчас я вам, друзья, покажу, как это работает Первое, это передатчик Который располагается в непосредственной близости с продуктом Тут все просто Правый щуп Это щуп для помещения в продукт Левый щуп Щуп для помещения в емкость То есть, либо в барбекю Либо в коптильню Либо в ванну для сыроварения И одна кнопка Выключить Включить И если мы зажимаем эту кнопку То мы меняем Цельсия на Фаренгейты Градусы Цельсия на градусы Фаренгейта Зажимаем опять Переходим на Цельсия И оставляем включенным Выключить Короткое нажатие Просто выключилось Причем, китаец писал на своем сайте Что батарейками не комплектуется И я был приятно удивлен Что в результате все пришло Укомплектованное батарейками Теперь давайте попробуем разобраться Непосредственно с самим термометром Есть две шкалы Верхняя шкала Это продукт Называется Фуд Это тот датчик, который острый Который мы помещаем в продукт Нижняя шкала называется Барбекю Это тот датчик, который мы помещаем В духовку Либо в коптильню Либо в ванную для сыроварения И вот как же ему управлять А, еще про алгоритм работы Значит, связь приемника с передатчиком И на мой взгляд Не очень хорошая черта этого прибора Происходит достаточно редко Всего лишь каждые 30 секунд А таймер Минимальное значение у таймера Одна минута То есть секунды вы не выставите Если вам надо там, допустим Три минуты 30 секунд То так здесь таймер не будет работать Только либо три минуты Либо четыре минуты Итак, друзья Начнем с первой позиции С верхней позиции еда В этом диапазоне температур в еде Можно таким вот образом Мы вызываем То есть 18 Это температура датчика теперешняя Этой кнопочкой Я вызываю температуру желаемую То есть вот у меня должно достигнуть 45 градусов Цельсия Сейчас я выключу Да Вот сейчас стоит 58 Допустим, я хочу ее поменять Мне надо К примеру 65 Я зажимаю вот эту верхнюю кнопочку И теперь выставляю 60 65 Вот вниз 65 Короткое нажатие на среднюю кнопку Температура установлена Теперь, если мне надо оповещение Вот этой вот кнопочкой Нижней левой Кнопочка аларм И переключение Цельсия в Фаренгейты Я выставляю оповещение Здесь загорается значок сирены И когда температура достигнет 65 градусов по первому датчику Я получу сигнал Вот на этот пейджер При этом Очень важный момент Если сейчас Вот я установил 65 Если температура будет 66 67 То есть выше этого значения То сигнал не сработает Даже если она упадет до 60 Потом поднимется опять до 65 То сигнал не сработает То есть надо следить Мы устанавливаем температуру 65 Значит температура датчика Должна быть ниже Далее Нижняя шкала Барбекю То есть непосредственно Непосредственно температуру в духовке Либо в коптильме Либо в чем-то еще Здесь есть две температуры Верхняя температура И нижняя температура Точно так же Для того, чтобы установить верхнюю температуру Зажимаем вот эту верхнюю левую кнопку Устанавливаем нужную температуру Допустим Верхняя температура В нашем барбекю Должна быть у нас 130 градусов Но при этом Мы не хотим Чтобы она упала Ниже 120 Нажимаем температуру вниз Вторую кнопку Зажимаем Выставляем здесь На 120 Подтверждаем Кнопочкой Мод Все Мы получили Верхнюю температуру 130 Нижнюю температуру 120 Точно так же Если нам надо Звуковое оповещение Вот этой вот Нижней левой кнопочкой Которая обозначена Сиренкой Нажимаем Чтобы на экране Появилась сиренка И получим Звуковое оповещение Либо Когда у нас Температура в духовке Будет выше 130 Либо Когда опустится Ниже 120 И тут есть тоже нюанс Если Мы еще не разогрели Духовку И вот сейчас В духовке К примеру 110 Мы ждем Что она разогреется А я уже установил Нижнюю температуру 120 То Духовка Разогреется До 130 И Верхний сигнал Сработает Но если потом Температура Упадет Ниже 120 То сигнал Не сработает То есть Для того Чтобы он сработал Между 120 Температура Фактическая Датчика Должна быть Выше 125 И ниже Вернее Выше 120 И ниже 130 Следующая кнопочка Mode И Light Light Можно вызвать Подсветку Подсветка Осуществляется Красная Вот такая Вот Непонятно Где она Ну если в темноте Где-то Может и пригодиться Здесь Можно Выставить Таймер Здесь же доступно Зажимаем Кнопочку Mode И получаем Таймер Верхней Левой кнопочкой Выставляем Часы Нижней Выставляем Минуты Нажимаем Нижнюю Правую Старт Стрелочка Вниз Замигала Значит Отсчет Пошел Вот Каждую Минуту То есть Он будет Отсчитывать И опять же Так мы можем Контролировать Температуру В еде И время То есть Мы контролируем Сколько у нас сейчас Фактически На датчике еды При этом У нас на датчике еды Установлена Максимальная температура Она контролируется И мы контролируем Время Которое Нам надо Готовить еду Для того Чтобы это сбросить Нажимаем Стоп И Нажимаем Клер Датчик Сбросил Сброшен Теперь Если в этом положении Нажать кнопку Старт То пойдет Прямой Отсчет Времени То есть Вот 0 часов 0-0 минут Будет 0-1 минута 0-2 минуты 0-3 минуты В этом положении Сигнал Естественно Недоступен А Вот в этом положении Если мы установили Обратный отчет И запускаем Отсчет Вниз То тут Мы тоже Можем установить Либо С сигналом Либо Без сигналом Также Его останавливаем Очищаем Данные И длинным нажатием Этой кнопки Переводим Просто В режим Двух датчиков В еде И в духовке Этой кнопкой Осуществляется Включение И выключение Ну вот Собственно говоря Описал я Все основные Функции Значит По поводу Исполнения Ну здесь Надпись Термо Про Кнопочка Ресет Обрезинка Вот такая Вот съемная Здесь Гордая Надпись Германия ГМБА Какой-то там ТП 085 Ну в общем Которая Совершенно Не соответствует Истине Клипса Для крепления На пояс И батарейный Отсек А вот Также здесь Есть подставочка Но ее Надо оттуда Доставать Каким-то Острым Предметом Этот корпус Выполнен Точно так же Батарейный Отсек В целом Пластик По тактильным Ощущениям Такой Достаточно Хороший Не знаю Конечно Сколько он Прослужит Но сделано То есть Ничего не болтается Ничего не шатается Все достаточно Достаточно Нормально В общем Я доволен Этим Термо Про Экранчики Кстати Заклеены Все защиткой Здесь Вот тоже Передняя Панелька Заклеена Защиткой Вот такие Вот друзья Приборы И Собственно Говоря Ну еще раз Повторюсь О их Прямом Предназначении Прямое Предназначение Это Барбекю Или Коптильня Когда мы Контролируем Этим датчиком Температуру В коптильне Этим Температуру В продукте Второе Варка Варка Колбас В жидкости То есть Когда мы Варим Не в духовке А варим В воде Этим датчиком Благодаря Вот этой Вот клипсе Мы его крепим На край Кастрюли Этот датчик Опять же Таки Протыкаем Батон колбасы И получаем Две температуры Температуру воды Но мы должны Их контролировать Вы если готовите Колбасы Вы знаете Температуру Внутри Батона Колбасы Третье Применение В сыроварении Где мы Просто Вот этим датчиком С удобной Клипсой Контролируем Температуру В молоке У нас Или в сырном Сгустке Собственно говоря При приготовлении Колбасы В духовке Опять же Таки Один датчик Мы помещаем В духовку Второй датчик Помещаем В батон Колбасы При этом С этой штукой Если я готовил В обычной В нижней Духовке Мне надо было Там нагибаться Как-то смотреть Здесь Все просто Вот тут Вот Эта штучка Она очень удобно Вешается на ручку Духовки Вот таким вот образом Датчик остается На духовке Пейджер гуляет С нами Приемник Ну вот Собственно говоря Наверное Основные его функции Считаю Что 30 баксов Более-менее Вменяемая цена За эту штуку Ну и плюс То что Бесплатная доставка Конечно Я поискал За 30 баксов И друзья С удовольствием С радостью Делюсь с вами Ссылкой Именно на этого Продавца Как бы Все Все прошло У меня хорошо Ну собственно говоря Буду пользоваться Этой полезной штукой Теперь Конечно Хочу такой Как у Сталика Но у меня Айпада нет Ну айпада нету Не потому что У меня нету айпада У меня есть планшет Я просто к технике Apple Ну равнодушен То есть я не считаю Плохой конечно Но я с удовольствием Пользуюсь там Другими брендами Которые мне нравятся Поэтому 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 Сталику Все равно Завидую По-доброму Друзья Надеюсь Что это видео Было вам полезным Если у вас есть Какие-то вопросы Задавайте их В комментариях Мы с Ларисой Отвечаем на все Комментарии Ставьте пальцы вверх Если вам видео Понравилось Если не понравилось Конечно Ставьте пальцы вниз А мы с Ларисой Будем снимать Для вас новые Интересные рецепты Всего доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok